Друзья, здравствуйте! Распустился полностью дендробиум булимианум на мияки. Почему так решила? Потому что на булимианум он сильно не похож. Он покупался на безбирке. Поэтому остается только догадываться. Но все-таки это больше он. Цветение потрясающе! Честно, меня это поразило. Я сейчас попробую приблизить цветы. Да, потрясающе! И вот можно наблюдать, если я попробую выловить этот момент наверху, видите, нектар в цветочке. Это вот так вот видно. Насекомые его опыляют. В каждом цветочке находится капелька нектара. Честно, даже попробовала сладенький такой. Думаю, не отравленный. Потрясающе! Чудо природы! На этих голых веточках вырастает вот такое вот чудо. Вот ниже цветочки тоже такие же красивые. Есть небольшой аромат, но не сильный. Вот так вот раскрывается. Такой ярко-оранжевый, даже с розовинкой цвет. Цвет передан верной камерой. И вот тут еще можно дальше видеть. Еще бутончики не раскрытые. Как кустик смотрится в целом. Это уже росты, даже новые, растут. Тут я подойду подальше. Конечно, высокий. Сантиметров 70 его высота. Но красавец! Вот я себе, наверное, еще таких дендробиумов хочу. Еще есть, по-моему, семириали. Похожий на него дендробиум. Тоже вот этим букетиком цветет. Красавчик! Просто цветочки такие сказочные. Так что, если кто сомневается, очень советую. Очень удивит это растение. Здесь собирается цвести экземиум на рандостикту. И у него такие бутоны смешные. Как на дракончиков похоже. Сейчас покажу. Вот они. Попытаюсь приблизить. Они, по-моему, приближаются. Вот, да. Фокусируются. Видите, на них как пырышки такие. Интересно, какой этот гибрид раскроется вживую. Ну, это так и цветет. Типа артист. Все, попробую вернуться к этому цветку. Нет, тут тяжело фокусировать. А вот он взялся. Вот тут хорошо видно, что нектарчик в картон цветочке. Ну, я думаю, он подцветет недельки-полторы. Сейчас в теплице прохладно, потому что у нас сколько ночью было? Минус 10. Ну, вот и температуру можно видеть 14,2. Влажность 74. Поэтому подцветет недельки-две. Так что, спасибо за просмотр. Пока-пока.